мои дорогие всех очень рада приветствовать на нашем канале сегодня у нас зима холодно и я сегодня для вас буду совершать подвиги я вам буду мерить вот эту майку еще одну штуку буду мерить и общем у нас сегодня такой день примерок вы думали что я вам сегодня покажу куртку нет конечно я вам сегодня ничего не покажу никакую куртку я вам покажу в конце видео карманы как я прорезала карманы и что у меня получается то есть куртку мы будем смотреть я надеюсь я надеюсь последняя серия будет у нас в воскресенье вот а сегодня пока мне девочка принесла майку и еще вот такую вот штуку я вам ее буду мерить и рассказывать что в общем чтоб как здесь что в этих вещах происходило по прям знаете выкрутилась вот сразу предупреждение я это всегда говорю канал не попетельное вязание канал развлекательный поэтому не пишите мне что здесь одна болтовня и говорю я здесь неправильно поэтому это мне тоже не пишите а для остальных жителей канала я продолжаю болтать итак что у меня происходит сначала я вам рассказываю что происходит на улице на улице у нас холодно здесь у меня чтобы вы понимали какой подвиг я сейчас совершу здесь отключили свет включаются генераторы у людей вот поэтому будет так вот в общем много будет нарезки я так думаю что много будет нарезки видео и сейчас я вам буду мерить и рассказывать что как я вязала вот эти вот вещи и они до сих пор нормальные до сих пор в них можно ходить вот до сих пор в них можно ходить но посмотрим понравится вам или не понравится и еще как говорится потренироваться к той майке которую я выставляла в прошлый раз и и как ни странно вот здесь на спинке я делала такой же узор как на этой майке сейчас я вам еще раз ее поставлю то есть на пола вот а майку серебристую да вот чтоб примерится как она будет выглядеть на рубашку вот это я вам сейчас померяю эту майку смотрите вот этот рисунок это тот рисунок который на пола на вот этом которая стоит картинка но так как нитка тонкая смотрится он совершенно по-другому этот рисунок но рисунок такой вот сама майка вот такая вот майка ну девочка чуть чуть побольше но даже не в том дело что она побольше она должна быть такая она должна быть как бы большеватая я вам ее сейчас померяю как ее носить летом то есть я вам померяю с рубашкой отдельно эту майку с вот этой вот вещью померяю вам ее в общем давайте будем как-то смотреть ну и как бы представлять что уже скоро лето да вот из чего связано значит девочки вот я еще вам о чем хотела сказать был такой комментарий не обижайтесь я удаляю такие комментарии был такой комментарий что не тратьте время не мучайте себя не вяжите из турецкой нитки потому что это плохое качество и ваш свитер новый который коричневый свитер вот с капюшоном который 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 я первый раз вам показывала на дело первый раз вот мне написали что это тряпка уже сразу ее видно насчет тряпки и насчет ну как сказать из если вам свитер не понравился это ничего страшного я к этому вообще никак не чувствительное вот меня очень трудно сбить смысле то есть если мне что-то нравится мне будут все говорить что это плохо но мне это нравится и я буду это носить я здесь хочу сказать в защиту турецких ниток это нитки для ручного вязания они не линяют с ними ничего не случается в отличие от то есть они не садятся они за редким исключением конечно шерсть мы там не будем брать с ней нужно ввести себя очень аккуратно но нитки носятся очень хорошо много лет я с этими нитками работаю с турецкими поэтому и раньше чтоб вам было понятно я уже рассказывала про это где-то лет наверное 10-15 лет 10 назад еще требовался сертификат если ты торгуешь нитками требовался сертификат то есть с турции да понятно присылали сертификат а потом мы еще делали сертификаты на нитки чтобы вы понимали какого качества то есть если это написано там 50 шерсти 50 не шерсти то это так и будет 50 шерсти 50 там не шерсти если это детская нитка на нее вообще нужно было сертифика и все нитки проходили с первого раза проходили сертификацию и у нас было с этим делом вот кто если не знает в украине я живу у нас было с этим делом очень строго то есть были на детские сертификаты нужны были на детские вещи на обувь нужны были там еще на что-то и на нитки в том числе поэтому не говорите мне что это плохие нитки и я трачу время я понимаю что кто написал этот комментарий он вяжет исключительно золотыми нитями да но мы как бы я не знаю как вы но я как вижу с таких ниток я ими очень довольна они меня ни разу не подвели эти нитки поэтому кому-то может нравиться кому-то может не нравиться кому-то кому-то нравится одна нитка кому-то другая нитка но они себя никогда не не поведут так как бобинная пряжа я понимаю что бобинная пряжа итальянская там какая я все понимаю что это хорошая что там она чистая допустим ну там возьмем что ну возьмем допустим чистую альпаку да вот вам там написали и она у вас но вы что альпаку сами не видели откуда вы знаете что там альпака или кто там вообще и как она себя ведет еще раз говорю я ничего против не имею сама вязала с таких ниток но с ними происходят всякие чудеса с итальянской пряжей хорошая еще раз говорю что хорошая пряжа но она может сесть она может вытянуться с ней может произойти все что угодно если в турецкой нитке написано вот рекомендация по спицам столько-то и если вы придерживаетесь этого то она у вас и не вытянется и не не сядет ничего с ней не случится вот такое я хочу сказать в защиту турецких ниток еще хочу сказать вам одну маленькую детальку кто если не знал такие большие фирмы которые торгуют нитками вот допустим написано что это немецкая фирма там или еще какая-то фирма вы не думайте что этот завод стоит в германии и делает нитки нет конечно вы меня сейчас будете поправлять не нитки а пряжа да я вас сразу предупреждаю говорю я здесь неправильно вот этот завод это это фабрика коту то есть под маркой марка ниток допустим которая торгуется в германии она точно также заказывает нитки в турции только под своим именем и немного другие цвета допустим украина россия там еще где-то популярные одни цвета германия там швеция или там еще какие-то страны популярны другие цвета поэтому почти все делается на нескольких фабриках мира ну так скажем по большому счету вот вот это вот я вам хотела сказать то есть ну конечно если кто-то вяжет из очень очень дорогих ниток я согласна я вижу из таких ниток я вижу простыми дешевыми спицами и крючками но у меня получается у кого не получается это другой разговор кто-то может быть понимаете так ну искусно вяжет и ему прям вот ну такие не подходят материалы с которыми я допустим работаю да вот я это почему так долго здесь говорю и почему я удалила этот комментарий я бы не удаляла насчет тряпки свитера там вот я бы не удаляла этот комментарий ну не понравился человеку свитер было у него плохое настроение написал комментарий понимаете ему было делать нечего вот я на это не обижаюсь но не могут всем там мои вещи нравятся правильно не могут да но удалила я этот комментарий потому что если кто-то новенький начал вязать до читает этот комментарий и читает в этом комментарии что турецкие нитки это очень плохие нитки и ими вязать нельзя и он себе думает что на них вот на них тратить время нельзя и человек себе думает а у меня нет денег на дорогие нитки что ему вязать значит он не будет вязать правильно но он же прочитал зачем тратить свое время на вот эти вот нитки вот по только поэтому я удалила этот комментарий еще раз повторяю все нитки в мире делаются на нескольких фабриках только под разными бирками вот вот это я вам хотела здесь сказать извините конечно что так долго но чтоб вы знали если вы захотите связать какую-то вещь вам не помеха никакие инструменты никакие нитки из самого дешевого акрила я не знаю я вам покажу потом кофта у сережи она очень очень такая давняя и уже перевязанная 20 у нее рукава там и отделка связаны из вообще из самого дешевого акрила и если бы я никому не сказала что это из акрила никто бы даже и не понял вот вот это девочки я вам сегодня хотела рассказать но переходим к моим подвигам я немножечко согрелась да сейчас я буду мерить вам майку так майку на этот в общем давайте будем мерить чего мы здесь так долго рассуждаем ну и куртку карманы тоже в конце покажу так меряю майку на вообще на без ничего как представляем себе что это лето ничего что у меня руки замерзли и нос замерз но ради вас я сейчас померяю эту майку как она смотрится и так девочки оцените подвиг какой я вам сейчас здесь показываю вот так она будет смотреться летом это я вам к чему хочу сказать что многофункциональная вещь между прочим майка может быть у кого-то есть такие тоже майки я вам сейчас просто померю ее на рубашку ну изначально вот летом если да вот так вот она будет смотреться вот так вот спереди видите она такая большеватая и вот так вот она будет со спинки смотреться да я правда здесь в штанах лыжных но это неважно вот вот такая вот маечка связана она из ауры сейчас ее эту нитку сняли с производства очень была хорошая нитка я с нее вязала много очень много сарафанов тоже покажу вам ближе туда к весне покажу вам эти сарафаны и не знаю чем эту нитку заменить как она мне очень нравилось но такая сложная и сейчас я вам расскажу про вот этот вот узор который мы с вами собираемся использовать вот на этом пола видите как он здесь смотрится да этот узор она пола совершенно по-другому смотрится но я вас хочу предупредить что этот узор вот я сейчас вспомнила он очень сильно косит я не знаю как у кого получится и на это пола я буду брать сейчас покажу какую нитку потому что ту которую я хотела взять нитку она тонковатая так давайте меряю на рубашку и вот так вот она смотрится с рубашкой я понимаю что здесь рубашка должна быть черная или темного цвета но как вариант тоже можно как вариант тоже можно носить может быть какие-то ну если под белую рубашку наверное может быть какие-то темно-коричневые или джинсы я думаю что сюда тоже подойдут вот вот так вот она смотрится на рубашку то есть вот та серебристая единственное что здесь до цвет но цвет я же говорю если одеть сюда черную рубашку у меня нет просто черной рубашки то есть есть но она в такой крупный горох она сюда не подойдет хотя можно было и попробовать вот ну в общем мне нравится я так буду носить речь у нас сейчас идет об этой конечно майки но вот об этой серебристой майки я хочу такую белую на белую рубашку то есть у меня другая белая рубашка есть с большими такими рукавами вот я буду такую точно буду вязать такую майку может быть серебристую даже найду ну вот так вот она смотрится с рубашкой вот вот так вот по моему очень даже очень даже ну мне нравится вот теперь вот такая это был комплект помните да я я говорила уже что я вязала на вечер встречи выпускников это было ну давным-давно вот до сих пор эти вещи как новые вот а теперь мы с вами померяем вот такую вот штуку обратите внимание как она смотрится не у не очень даже очень да вот не очень она смотрится так на какая-то она прям вот вся несуразная и сейчас я вам ее померю и посмотрим как она смотрится вот так эта штука смотрится в комплекте обещала вам померить с рубашкой но уже решила померить вам просто с рубашкой понятное дело что хорошо смотрится единственное что но белая тоже хорошо смотрится но сюда нужно какую-то темную рубашку вот вот так вот этот комплект смотрится да она вид она не очень выскажите рукава здесь неудобный нет удобные все поднимается руки по нормально все в общем нормальная получается вот эта штука я не знаю как она называется еще тоже был комментарий такой интересный вяжут в дырках вот это вот все все ажурное а потом ходят и светят белыми брюшками и бельем этим нет конечно под все под такие ажурные вещи обязательно нужны ну как по мне вот я такие ажурные вещи обязательно ношу с какими-то или майками или какой-то подклад там есть обязательно или тон в тон ну что-то там в тон должно быть вот поэтому ажурные вещи их не надо пугаться они они очень даже функциональные на что-то их одевать и в общем в общем посмотреть и к чему-то в общем их можно приспособить я не знаю как это сказать но в общем ажурные вещи и вязать интересно и носить тоже интересно ни у кого такого как бы и нет вот вроде когда видно что она и вязаная и сетка и все но смотрится очень даже хорошо особенно я же говорю особенно она будет смотреться очень хорошо на черном зря я вам сегодня черную рубашку не отдела ну не надела конечно вы же знаете как правильно вот так о чем я вообще говорю хотела вам сказать еще раз возвращаюсь к этому пола которая всем понравилась и все его как бы ну за основу можно взять связать на лето кстати если там связать длинный рукав то очень даже будет и хорошо и на сейчас носить его но посмотрела я вот сделала вам его увеличила и поставила картинку поставлю сейчас там очень даже не тонкая нитка идет почему он так смотрится почему это все так смотрится вот на этой майки рисунок что у майки что у этого пола одинаковый а смотрится совершенно по-разному и там я думаю что спица не меньше четыре с половиной 5 а нитка я думаю что не меньше 200 метров на 100 грамм конечно там хлопок или лен но я думаю что хлопок ну в общем я буду делать из хлопка помните да хотела я вот из этого делать из рыжего вот этого вот так вот в образце он смотрится вот этот да я вам в прошлый раз показывала его вот так он смотрится в образце причем спицу здесь я брала раз два три четверка вот четверка вот смотрите вот это четверка вот это четыре с половиной если не пятерка вот конечно можно попробовать но такого эффекта я думаю что не будет и я думаю что эффект будет вот катон gold плюс ну или что-то типа того вот вот такой толщины я думаю что там нитка вот такой толщины в общем надо пробовать вот эти две майки я наверное буду вязать когда добью эту так можно говорить добью когда закончу эту куртку я вам обещала показать что я делаю в этой куртке прорезала я карманы все меня отговаривали от этого дела вот но я их прорезала и да можно было без карманов это все сделать можно было но я уже задумал если я что-то задумала то значит это получится получится знаете кто не рискует у того и не получается я рискнула даже если бы я ее испортила я бы как-нибудь там заделал я вам уже говорила что я бы пришила карман на эту и на эту сторону вот так были бы карман но у меня все получилось буду рассказывать вам про карманы про эти я вам покажу и картинки и все как я это делала вот ну вот так это на красной стороне а где сами карманы сейчас девочки так вот карман сейчас так ну смотрим я вижу два сразу видите один и второй этот вот это вот это карман прорезной с той стороны с черной сейчас я вам покажу вот видите а на него будет вот этот карман нашиваться сверху вот этот карман будет нашиваться сверху вот тут вот этот вот этот будет пришит карман вот это руку вот partners будет вот так вот пришита сюда Здесь сверху будет накладной карман. Это на красной стороне. Так? Так. А на черной стороне... Давайте я вам покажу на образце, чтобы я уже не вытаскивала, потому что в следующем видео я вам подробненько расскажу это все. Смотрите, вот это будет прорезной карман. Я аж тренировалась, да? Вот. Видите, вот так он будет выглядеть. Ну, здесь, естественно, он будет аккуратненько зашит. Вот так вот он будет выглядеть, этот карман. Видите? Это будет на черной стороне карман. А на красной стороне вот этого не будет. Я вам потом расскажу, как это делается, чтобы здесь было сплошным полотном. И здесь будет лицевая гладь, потому что когда в этот карман... Ну, вот если он от... Как сказать? Отстанет от куртки, да? Чтобы там была лицевая гладь продолжения. Понятно, непонятно сказала, не знаю. Но вот так вот я делаю. Вот на таком этапе у меня карманы. Вот они, видите? Вот. Вот это будут накладной карман здесь. Да, и кто, девочки, ну, много ж вариантов, да, писали, как это все будет. Здесь жаккард, двухсторонний жаккард. И поэтому здесь нету... То есть вот где однотонный цвет, здесь можно рассоединить полотно. А вот здесь вот рассоединить полотно нельзя. Там же вы вяжете и с той, и с той стороны. Поэтому, ну, одним полотном вяжете. Не знаю, понятно говорю или непонятно. Ну, я думаю, что на канале все такие, которые понимают, о чем я говорю. Вот. Вот так вот пока выглядит моя куртка. Хотела сегодня я доделать, но думаю, нет. Я думаю, вам покажу, в каком она у меня состоянии сейчас. Вот. Вот это, девочки, я вам сегодня хотела рассказать. Показала вам быстренько этот комплект, потому что у девочки надо же его отдать, вернуть. Вот. Ну и все. В общем-то, сегодня я... На сегодня я вам все рассказала. Хотела вам напомнить, чтобы вы готовились к лету, но хотя бы искали картинки. Вот. На лето. Ну и продолжаем там довязывать, что мы довязываем. Самое интересное, знаете, такое наблюдение у меня, что где-то конец января все втягиваются в зиму и начинают вязать шапки, теплые свитера. Понимаете, до этого времени как бы, ну, вязали, но так, да? А теперь как-то все замерзли так, что уже приходят шарфы начинают вязать, а уже что надо вязать майки. Вот. Ну все. Все рассказала, что хотела. Что я вам хотела, девочки, пожелать? Хотела я вам пожелать иметь всегда свое мнение, а оно вас никогда не подведет. То есть, что вы сделали, да? И если вам кто-то что-то сказал, что вы неправильно делаете, да, но вы сами ошиблись, когда вы делали, или наоборот не ошиблись, наоборот вы, вот вам все говорили, не делай так, вот не делай, у тебя ничего не получится. А вы знали, что я вот сделаю так на свой страх и риск. Вот ни у кого не получится, а у меня получится. Вот этого я вам хочу пожелать, чтобы вы не боялись ошибиться. Ошибайтесь. Ну, кто ничего не делает, тот не ошибается. Мы с вами что-то делаем, что-то изобретаем, нам это нравится, поэтому, ну, мы и не ошибаемся, так скажем. Даже если ошибаемся, мы всегда имеем запас вариантов, как нам, если вдруг не получится, то у нас всегда есть запас вариантов, как это исправить. Вот этого я вам хотела, девочки, пожелать. Ничего не бойтесь, за все беритесь, что вам интересно, вот то и делайте. И никого не слушайте. У кого-то не получилось, а у вас обязательно получится. Вы это должны знать. Если вам надо, то у вас обязательно все получится. Вот этого, девочки, я вам всегда желала и хочу, всегда и всегда буду этого вам желать. Конечно же, без хорошего настроения ничего у вас не получится. И еще я вам желаю любви ко всему, чем вы занимаетесь. Только если вы делаете что-то с любовью и с настроением, с хорошим, тогда это 100% получится. Вот этого я вам хотела еще пожелать. Счастья, здоровья, любви ко всему и хорошего вам настроения. Всем счастливенько. Всем пока-пока.